Доброе утро, уважаемые коллеги! Но прежде всего хочу поздравить всех болельщиков нашей сборной, всех болельщиков российского футбола и саму сборную с тем, что впервые за 19 лет мы наконец-то поедем на чемпионат мира Бразилии. Конечно, не хотелось бы видеть пропущенный гол буквально на последней минуте, но спорт есть спорт, футбол есть футбол, самое главное, мы участвуем в чемпионате. Ну а теперь к повестке дня сегодняшнего заседания Государственной Думы. Главный, наверное, вопрос – это отчет о работе министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Андреевича Пучкова. И, конечно же, у нас к нему есть многочисленные вопросы. Ну, например, конечно, нас интересует, что сделано после известных событий в Крымске и других печально известных событий с точки зрения своевременного оповещения населения о грозящих чрезвычайных ситуациях. Конечно, нас не может не волновать ситуация с очень большим количеством пожаров, которые с угрожающей частотой повторяются и несут очередные человеческие жертвы. И, конечно, вопрос профилактики пожаров – это важнейший вопрос, и мы хотим узнать от министра по чрезвычайным ситуациям, что предполагается делать и что уже сделано. Есть такой вопрос, как вопрос социальной защиты самих спасателей, и мы хотим помочь и будем спрашивать министра, что с его точки зрения законодатель может сделать для того, чтобы наши спасатели были социально защищены. Ну и, например, в частности, есть такая проблема, как очень большая разница в зарплате практически в два раза между работниками и сотрудниками Федеральной пожарной службы. Сотрудники – это служащие, те, кто носит погоны, а работники – это гражданские. Выполняя одну и ту же работу, сегодня они получают зарплату, разняющуюся примерно в два раза. И вот такие, может быть, на первый взгляд частные вопросы, но они в конечном итоге служат нахождению адекватных решений для того, чтобы наша служба чрезвычайных спасателей, министерство по чрезвычайным ситуациям, чтобы наши спасатели всегда профессионально могли исполнить свой долг, спасая жизни людей. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, я готов ответить. Как вы относитесь к амнистии СПЧ? Еще раз. Как вы относитесь к амнистии, которые предложены СПЧ сегодня? Они могут быть болотные и, возможно, высырают, но не художественные? Я считаю, что в преддверии такого важного события, как 20-летие Конституции Российской Федерации, 20-летие Федерального Собрания Российской Федерации должна быть проведена самая широкая амнистия, в том числе тех категорий осужденных, которых вы сказали, с моей точки зрения, также должны обязательно попасть под амнистию. Продолжение следует...